У нас трасс нету. Так вы сейчас и будете отговариваться, у нас нет трассы. Раньше там тоже не было трассы, они тоже ездили по дорогам, превратили их в трассы. Вы сейчас спорите об одном и том же. Мы все говорим, что это не спорт. Это не спорт. Я согласен, что у вас не место. Алексей для вашего увлечения предлагает какое-нибудь гетто выбрать. Сделайте специальное место. Уралмаш это не гетто, что ли? Не для автомобилей, только для людей. Не надо. Не надо так, там много очень хороших людей живёт. А вы спросите у любого дрифтера, с чего он начал? Не сразу же он сел и поехал. Вот так же начинал. Да не вопрос. Вот тот же тупик, где вы никому не мешаете, пусть там дрифтует. А где там дрифтовать? Там прямая дорога. Там площадка 3 метра ширина. Не знаю, на каких складах, ещё куча, наверняка, если поискать кучу мест, где это можно сделать, никому не мешает. Вот пример приведите. Где можно дрифтовать, например? Вопрос-то не мешать людям. Не мешать людям. А площадок нету. Все площадки открыты только в городе. Почему другие-то должны страдать, что площадок нету? Вот стоянка, это площадка для дрифта или стоянка для машин? Это открытая местность для тренировок. Там в 9 вечера стоит ещё половина стоянки забита. Автобусы-то там обстанавливаются. Вот он такой приезжает и начинает между машин и людьми ездить. Это что он делает? Да он не справится и задавит человека насмерть. Это ребячество. И что ему надо с ними делать? И с ними кто ничего не делает? Ну вы бы как старшие, уже более опытные, проводили воспитательные беседы среди этой вот поросли молодой, которая настолько опасна за рулём? Вы им говорите? Ребята, давайте... Мы просто с такими не сталкивались. А, то есть у вас все хорошие вокруг вас? Ну, в нашем окружении, все моего возраста, то есть все люди с головой, они вот такое вот не вытворяют. Вас трудно разубедить, просто скажите, вот Евгений и Алексей, скажите, есть какой-то выхлоп пользы для других членов общества от вашего увлечения? Или только ваше удовольствие здесь есть? Ну, если бы не было пользы, не было бы зрителей. Зрители ходят, зрители нам нравятся. Зрители. Это массовые мероприятия, время проводят люди с интересом. Досуг, хорошо. Таких большинство, между прочим, кому нравится. Нет, боюсь, что большинство все-таки слышит поздней ночью. Слышат только те, кто рядом.